Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас снова всех видеть и читать ваши приветственные слова в нашем чате. Если какие-то вопросы будут в чате, то пишите, я постараюсь ответить, но не буду прерываться в течение вебинара для того, чтобы не рушать логику своего выступления и постараюсь на ваши вопросы ответить, если они будут. Меня зовут Горностаев Игорь Сергеевич, я являюсь методистом компании мобильное и электронное образование и старшим преподавателем в кафедре дифекологического образования Российского нового университета. Сегодня мы с вами поговорим об очень актуальной теме, плюс в последнее время снова, что наиболее становяющейся актуальной, это образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями в цифровой среде. Я думаю, что никто из вас уже не будет говорить о том, что цифровая среда – это нечто далекое от специального образования. Все мы с вами столкнулись в период пандемии с реалиями, когда нам пришлось работать с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья посредством цифровых технологий. И вот здесь-то как раз мы с вами выявили и те болевые точки, и те проблемы, которые у нас возникли. При этом стоит отметить, что ряд школ, которые и до этого практиковали образование с учетом смешанных технологий, с учетом элементов дистанционного образования в своих организациях, те школы максимально безболезненно прошли этот период. Итак, я начну свое выступление. Ну, во-первых, да, мы с вами уже на нескольких вебинарах отметили, что обучающиеся СОВЗ – это лица, имеющие недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. И вот здесь очень важный момент, что специальные условия у нас прописаны и в федеральных государственных образовательных стандартах, и в адаптированных программах. Что касается дошкольного образования, да, у нас есть программа для детей с устранной отсталостью, интеллектуальными нарушениями, она вывесена на сайте госреестр.ру, а также, ну, часть детей, которые мы в рамках сегодняшнего вебинара будем рассматривать, да, есть также программа для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, а также для диагностических групп детей раннего возраста. Это вот то, на что, наверное, стоит максимально обратить внимание. Что касается в дальнейшем образования, то у лиц с интеллектуальными нарушениями, да, для детей, обучающихся, предполагается отдельный образовательный стандарт. Естественно, многие могут задать вопрос, они же тоже дети с ОВЗ, почему тогда есть отдельный стандарт для детей с ОВЗ и отдельно для детей с интеллектуальными нарушениями. Связано это с тем, что дети с интеллектуальными нарушениями не получают так называемого цензового уровня образования. И здесь мы об этом тоже уже не раз говорили, вы все это прекрасно знаете. Тексты стандартов, они открыты, приказ номер 1599, да, его можно скачать, и я думаю, что никаких проблем в этом плане нет. Не застигается цензовый уровень, в том числе и по ГОСНО ОВЗ, но по третьим и четвертым вариантам, предполагающим нарушение интеллекта в сочетании с другими какими-то первичными нарушениями, будь то слуха, зрение опорно-двигательного аппарата или расстройство аутистического спектра. При этом мы видим с вами, что в стандарте образования обучающихся с умственной осталостью интеллектуальными нарушениями есть всего два варианта. Первый вариант для обучающихся легкой степени, и второй вариант для уже обучающихся умеренной, тяжелой и глубокой степени интеллектуальных нарушений. Они не получают уровневого образования, поэтому по отношению к ним не должны использоваться такие формулировки, как, например, начальное общее образование и так далее. То есть там есть этапность образования. Первый этап с первого по четвертый класс, первый дополнительный к предшествию первому, второй этап с пятого по девятый классы и десятый, двенадцатый классы, третий этап. При этом, кстати, надо сказать о том, что на этой неделе, буквально совсем недавно, на сайте в госреестр.ру также были опубликованы примерные рабочие программы и коррекционные курсы, одобренные Министерством Просвещения. И там вот как раз вот это вот не соблюдено было вот этот пункт, о котором я сказал, да, там написано, что программы для третьего класса начального общего образования детей с интеллектуальными нарушениями. Хотя мы с вами вот как не раз говорилось, изначального общего образования дети не достигают, обучаясь на первом этапе. Но оставим уже как есть. Вы этими программами можете тоже пользоваться на сайте Министерства Просвещения. Что касается цифровых технологий. Вернемся, отмотаем немножко время назад и вернемся к весеннему периоду, когда вся наша страна, не только наша, оказалась в условиях вынужденного дистанционного образования и совершили многие образовательные учреждения, педагоги, родители, чиновники, наверное, все участники образовательного процесса допустили ряд больших ошибок, да, потому что не были, наверное, готовы вот так вот глобально использовать цифровые технологии в образовании детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно же, давайте перечислим эти ошибки. Это организация обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов одновременно, но имеется в виду, что несколько цифровых образовательных ресурсов. И вот здесь, да, как раз тоже учителя и родители, и дети были вынуждены прыгать с одной платформы на другую и так далее. Передача образовательного контента по теле- и радиоканалам. Такое тоже происходило. А в соседних странах у нас и вовсе, да, не было никаких образовательных каких-то платформ, онлайн-уроков. И там вовсе уроки, как по расписанию, входили в телевизионную сетку и транслировались по республиканским телеканалам. И проведение занятий с помощью социальных сетей, мессенджеров и электронной почки. Конечно же, мы можем какие-то элементы использовать. И об этом тоже не раз уже говорилось. Но, тем не менее, да, мы с вами прекрасно понимаем, что, наверное, это не совсем удобный формат как для учителя, так и для ребенка, когда мы одно сообщение у нас приходит в один мессенджер, другое мы ищем на электронной почте, третий у нас еще где-то. Ну и помимо этого, мы прекрасно знаем, что в социальных сетях мы с вами, хотя и можем использовать, да, какой-то контент, мы не знаем. Это не совсем безопасная для детей интернет-территория. Мы можем быть уверенными в том, что ролик на YouTube будет полезен детям. Скидываем ссылочку детям, да, но мы не знаем, какая реклама будет показана детям перед этим роликом. И вот это тоже одна из проблем, с которыми столкнулись, это наличие, собственно говоря, безопасного интернета от транса. И тиражирование твердых код и учебных материалов, то есть когда, собственно говоря, использовались отсканированные учебники в качестве основы обучения и так далее. То есть это на самом деле тоже неправильно. Ну и я бы здесь еще добавил кальку, то есть попытку перенести форму обучения очную в дистанционный формат, просто вот так вот механически. Вот как урок я веду очно, так я его и проведу. Да только еще времени у нас будет на это гораздо меньше, чем в реальном очном времени. Ну и помимо этого были, да, естественно, многие технические проблемы. И, допустим, ребенок не может выйти в Дум по причине того, что, там, не знаю, или интернет плохой, или просто ему не хватило ресурсов, потому что не один ребенок в семье, а еще там и мама, и папа тоже работают. То есть здесь действительно такая проблема есть, поэтому персонализация образования, она была крайне важна для того, чтобы были дополнительные инструменты, просмотр уроков записи, которые ребенок пропустил. Ну и, конечно же, структура урока должна быть несколько иной. И интерактив предполагается, да, то есть у нас цифровые технологии в то же время позволяют как раз задействовать весь класс одновременно в интерактивной работе. Каждый ученик, который получает какое-то задание, может его выполнять, при этом он не обязательно должен выполнить его в течение вот этих 45 минут. Он может сам распределить свое время или исходя из тех реалий, там, семейного, семейной ситуации, в которой он находился. Но если мы берем вот это вот глобальное, наше такое глобальное обучение, да, то мы говорим о том, что подобные процессы обучения детей с ОВЗ в софтных технологиях, они опять же позволяют нам по-иному распределить лечебный материал. Если ребенку нужно будет сделать не одну паузу, а большее количество пауз, пока он изучает материал и так далее, естественно, в цифре такие возможности будут. Но давайте пройдемся прям по уровням образования. Что касается дошкольного образования детей с интеллектуальными нарушениями, то у нас есть программы дошкольного образования, не программы вообще в целом дошкольного образования. Они нет отдельно для детей с какими-то низологическими группами, но там специфика контента такова, что ее можно использовать в области и в условиях коррекционно-развивающего обучения. В частности, общая тема на неделю позволяет детям с ОВЗ закреплять полученные знания в различных образовательных областях. То есть вот эта опция, электрическая тема, она будет сопровождать детей на сегодняшней конкретной неделе. Речевые игры могут быть использованы как воспитателям, так и учителям-логопедам в ходе реализации коррекционной работы. И естественно, здесь мы говорим о том, что материал мобильного и электронного образования насыщен речевыми играми на этапе дошкольного образования. Рубрика «Глосарий» опять же позволяет сразу педагогу, работающему с детьми, увидеть все ключевые слова, которые будут встречаться в этой теме, и отработать, возможно, с опережающим каким-то вариантом, либо дать дополнительные задания, уточнить, точно ли ребенок знаком с каким-то тем или иным словом. Сизминутки, опять же, содержание физических минуток, которые предлагаются на платформе, они соответствуют изучаемой на неделе лексической теме. И текстовый материал сизминуток может быть использован, опять же, разными специалистами, в том числе в коррекционно-раздевающей среде. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что у нас невозможно наиболее эффективно мы будем работать, когда у нас все участники образовательного процесса будут соблюдать единые принципы работы, единые требования со своей стороны и так далее. Ну и, конечно же, мы хотим отметить методические рекомендации педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с интеллектуальными нарушениями. Это обязательное возвращение к ранее изученному материалу, использование эмоционально яркого материала, и это в контенте мобильного и электронного образования все есть, разбивка заданий на более мелкие части этапа и визуализация этого всего, то есть конкретные пути, как вылепить нужную фигурку, ребенок сможет на слайд-шоу, на вот этой ленте фотографий увидеть. Практическое применение полученных знаний, об этом мы тоже поговорим, и пошаговый контроль за выполнением. Естественно, использование позитивных средств стимуляции деятельности. В последующем ребенок у нас поступает в младшие классы. И здесь мы, наверное, поговорим о том, что у них есть особые потребности на период, на первом этапе школьного обучения, в частности, раннее получение специализированной, специальной помощи, средствами образования. Естественно, мы говорим, что чем раньше коррекционно развивающий процесс будет запущен, тем выше будет его эффективность. Обязательная непрерывность коррекционно развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных облакей, так и в процессе коррекционной работы. Но одно другого не исключает. И хотя программа коррекционной работы у нас в адаптированной программе, да, она выделена отдельно в содержательном разделе, тем не менее, коррекционной составляющей у нас пронизана вся образовательная работа в организации. Образовательная организация, я имею в виду в школе. Научной практикой ориентированный, действенный характер содержания образования. Опять же, за то, о чем мы с вами говорили. Доступность содержания обознавательных задач, реализуемых в процессе образования. Систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений. Специальное обучение их переносу с учетом изменяющихся условий познавательных и трудовых и других ситуаций. Да, вот это вот осуществление переноса, а мы-то знаем, что детьми данной категории это вот как раз тоже одна из проблемных точек. И вот мобильное электронное образование, которое насыщено контентом, оно позволяет учителю сначала отработать на одной задаче этот материал и в последующем дать ребенку еще и еще, возможно, схожие, аналогичные задания. Обеспечение особой пространственной временной организации в общеобразовательной среде с учетом состояния центральной нервной системы, нейродинамики процесса. Ну, естественно, здесь мы говорим о том, что пространственная организация, то есть это те расположения детей в складе, это наличие каких-то одновременно и эмоционально яркого материала и в то же время отсутствие элементов, которые будут привлекать лишнее внимание детей и отвлекать их от урока. Временная организация, это наличие физминуток обязательно для детей данной энкологической группы. Использование преимущественно позитивных средств стимуляции. Мы давно уже говорим об этом тоже, о том, что позитивные средства стимуляции, что все-таки похвала заминирует, наверное, над наказательными технологиями, назовем их так. Ну, естественно, мы хвалим ребенка, мы создаем для него ситуацию успеха, мы зачастую искусственно и, естественно, одобряем вот эти вот формы правильного поведения в обществе, подчеркиваем это и так далее. Развитие мотивации, интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных индивидуальных особенностей. Здесь мы, естественно, тоже и стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. За счет коммуникации, за счет заданий с открытым ответом, которые погружают ребенка в проблематику ситуации, изучая, там, не знаю, например, карту местности. Вот мы заблудились, что нам делать, на что нам нужно опираться, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, когда мы оказались в новом пространстве. И здесь, естественно, важно вот эту проблематику ситуации и в то же время отрабатывать с детьми с интеллектуальными нарушениями, для того, чтобы и носила она характер максимально привлекционной к реальной жизненной практике. Изучаем мы эту карту местности. Но давайте начнем с пути от дома до школы. Давайте посмотрим на интернет-карте «Найди свой дом», «Найди свою школу». Давайте выделим маршрут, который мы проходим и так далее. Что касается адаптированных программ, то непосредственно в мобильном и электронном образовании на сегодняшний день есть адаптированные программы для детей с интеллектуальными нарушениями первого, второго и частично третьего класса. То есть у нас эти программы продолжают разрабатываться и надо сказать, что этот процесс адаптации учебных материалов наших учебных курсов, который был начат еще Татьяной Александровной Соловьевой несколько лет назад, он на сегодняшний день имеет свое продолжение. И мы надеемся, что, конечно же, адаптированные программы помогут педагогам лучше взаимодействовать с детьми и выстраивать образовательный процесс с детьми с интеллектуальными нарушениями. Но даже те программы, которые на сегодняшний момент не адаптированы, нам сказать, что все равно их контент позволяет учителю с учетом определенной специфики, донесения информации, использовать его и с интеллектуальными нарушениями. Переходим на следующий уровень, то есть уже ребенок, что касается адаптированных программ, я их покажу сегодня непосредственно, а переходим на следующий этап образования, уровень, не совсем подходящих слов. Итак, а каков же учет особых образовательных потребностей при работе с интеллектуальными нарушениями? Да, кстати, сразу скажу, что презентация, которую я просто не буду зачитывать несколько слайдов, вы ее сможете скачать вот в правом верхнем углу в поле ресурсы, там можно скачать презентацию. Щелкнув на стрелку, у меня, по крайней мере, в браузере так. Адаптация материала с учетом необходимости коррекции психо-физического развития подразумевает собой моделирование доступных для понимания четких инструкций и наличия системы помощи. И вот в мобильном электронном образовании есть как раз вот эти самые помогалки. То есть вот задание из учебного курса. Какие времена года ты знаешь? Назови их по порядку. И ребенок, допустим, столкнулся с этой проблемой, не может их вспомнить, перечислить. И в данном случае он щелкает на помогалку, и где мы видим, что здесь как раз идут загадки, которые смогут помочь ответить, перечислить времена года, вспомнить ребенку, а также и наглядный ряд. Учет специфики усвоения знаний, обучающихся по различным логическим категориям. Но это вариативность используемых методов, и словесных, и наглядных, и практических. Мы их, да, вот в чем была одна из ошибок педагогов, которые вели уроки включительно, вот так как мы сегодня с вами, да, встречаемся в формате вебинара просто для детей, да, так называемая говорящая голова, которая просто вот этот вот материал давала за 30 минут, и многие дети выпадали просто из образовательного процесса. Вот здесь-то мы как раз говорим о том, что вариативность вот этих методов, то да, какой-то материал мы им объясняем, какой-то материал им можно прослушать, какой-то материал можно самим прочитать, и, конечно же, интерактивные задания, которые, опять же, в мобильном электронном образовании есть, они позволяют, да, вот здесь вот растаять месяцы, например, по временам года. Рассмотри картинки, расскажи, что на них не так, и озвучено голосом виктора. В последнее время часто встречаются дети, которые, к сожалению, не могут выполнять некоторые... Сенсорная система в образовательном процессе, и это повышает их работоспособность и снижает возможности истощения. Учет индивидуальных особенностей обучающихся. Возможность обеспечения индивидуального темпа обучения. Так, здесь мы говорим о том, что в мобильном электронном образовании есть разные инструменты, которые как раз позволят, да, вот этот обеспечить индивидуальный темп, индивидуально под особенности ребенка. А мы-то с вами знаем, да, на сегодняшний момент, что раз уж у нас много детей ушло в инклюзию, то контингент специальных коррекционных школ, он тоже видоизменился за несколько последних лет, и мы говорим о том, что дети, сидящие в одном классе, так называемой специальной коррекционной школы, да, они тоже уже группа достаточно полиморфная, и здесь мы не говорим только о детях с интеллектуальными нарушениями, которые сидят у нас в классе и не имеют еще, дооборот, поведенческих проблем, да, то есть на сегодняшний момент и сложные и золые нарушения, и бывает нелегкая степень интеллектуальных нарушений, которые сидят также у нас в этом классе, и дети, которые ранее находились на индивидуальном обучении, находятся в классе, естественно, когда все это еще и переносится в цифру, это всегда формально переносится, это вызывает еще больше трудностей, а если мы будем говорить о неформальном переносе, о действительно системном подходе к обучению, то здесь мы должны использовать разные инструменты. Матрица назначения заданий, да, то есть я ее сегодня вам покажу, то есть когда действительно у нас есть возможность, в зависимости от особенностей детей, мы с вами прекрасно знаем, в любом случае, да, кроме педагогов, которые работают непосредственно с самими детьми, их лучше нас никто не знает. Индивидуальная обучательная траектория – это вот то, как раз, что видит ребенок, при этом, вот, кстати, если ребенок обучается в условиях инклюзии, другие дети не видят, по каким конкретно он обучается программам, и это я тоже сегодня вам покажу, электронный дневник, да, который мы видим всю вот эту картину по определенным предметам, есть конференция, органайзер и система личных сообщений, также у нас еще с этого года есть и мессенджер свой, да, то есть вот то, о чем я опять же говорил, о том, что у нас есть куча платформ, что вот мы на почте в одной системе работаем, где-то там в другой, мессенджер в третий используем, и здесь в данном случае у нас действительно единая платформа, которая включает в себя и средства коммуникации, и систему видеоконференции, и образовательный контент. А формирование сферы жизненных компетенций, это актуализация полученных знаний в ситуации взаимодействия с другими людьми, применение их в реальной жизненной практике, да, то есть то, что мы проходим на уроке, оно должно не оставаться исключительно за школьной партой. Ну, вот здесь вот, да, пример о том, что мы не будем рвать цветы, пусть растения останутся в природе, будем надеяться, что вот после этого урока ребенок сделает определенные выводы, да, и, конечно же, не будет рвать цветы. Так, я сейчас попробую включить демонстрацию рабочего стола, чтобы непосредственно вам продемонстрировать возможности системы мобильное и электронное образование. Так, мне пишут, что файл для скачивания недоступен. Ага, вот, извините, пожалуйста, я щелкнул, сделаю его все доступным. Вот, забыл кликнуть на галочку. Теперь он доступен. Итак, значит, мы переходим в систему. Сейчас загружается, запускается трансляция рабочего стола. Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли вам то, что происходит рабочий стол. Отлично. Итак, мы переходим в систему мобильное и электронное образование. И вот как это все видит учитель. Ну, во-первых, то, о чем я и говорил, о том, что у нас наша система позволяет действительно использовать единый, скажем так, ресурс и не отвлекаться на многие другие. То есть здесь есть и мессенджер сразу, и система личных сообщений, да, то есть это, собственно говоря, которые позволят заменить электронную почту. Есть видеоконференция, да, которая позволит также заменить вот эти вот различные приложения, которые, ну, Zoom и его аналоги, да, то есть действительно в рамках визельной системы здесь же у нас и электронный журнал, и органайзер находятся, и матрица назначения заданий. Ну, начнем, естественно, в библиотеке курсов. У вас, конечно же, курсы будут не все подключены, поскольку здесь у меня демо-версия демонстрационная для того, чтобы вам всем все это показывать непосредственно. И, конечно же, мы сейчас с вами посмотрим непосредственно, как выглядит. Ну, вот, например, основная адаптированная программа «Окружающий мир» мы с вами щелкаем на буковку «Ай» и, во-первых, видим непосредственно, да, здесь «Окружающий мир» и распределение по темам и так далее. Я, конечно, прекрасно понимаю, что в учебном плане, обучающихся с интеллектуальными нарушениями, предметы «Окружающий мир», но контент учебного курса «Окружающий мир», он позволяет его использовать в рамках изучения дисциплины «Нитр, рода и человека», которая предусмотрена учебным планом обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Мы переходим непосредственно в саму тему, и вот мы видим, даже заходим, например, время. Ключевой вопрос по основной общеобразовательной программе, то есть, допустим, ребенок обучается у нас в условиях инклюзии, да, и вот такой вопрос, то есть все дети изучают одну тему, независимо от того, обучаются они по основной программе или по адаптированной, что позволяет максимально корректно, да, учителю выстроить образовательный процесс, более того, другие дети, нумерация темы, она с это совпадает, другие дети не будут знать, что, возможно, у ребенка каким-либо нарушением будут свои, свои системы помощи дополнительные. Вот ключевой вопрос для детей, не имеющих каких-то нарушений в развитии. Что такое время? Зачем люди изобрели часы? И каким образом будет этот вопрос, да, выглядеть, среди вот многих адаптированных программ мы выбираем для детей и с умственной осталости, мы видим, что ключевой вопрос будет в другой месте, да, зачем нужны часы, какие они бывают. Ну, и, соответственно, изучает ребенок тему и ответить может на ключевой вопрос. Более того, да, то есть он там может в разной форме на этот вопрос ответить. Далее, естественно, идет адаптация непосредственно самих заданий, которые идут в процессе вот этого изучения учебного материала, то есть дети, обучающиеся по основной программе. Да, мы видим, отгадай загадку, о чем в ней говорится, и дается загадка, где ребенок должен написать свой ответ. Что касается детей с интеллектуальными нарушениями, то здесь, во-первых, мы видим, что дополняется рубрика определенная, это озвучка, да, то есть ребенок может не только прочитать это задание, но и прослушать. К сожалению, да, вот именно Мирополис, где у нас сегодня идет с вами вебинар, система не позволяет транслировать аудио с рабочего стола, но все вот эти наши озвучки были записаны профессиональным диктором, отгадая загадку, о чем в ней говорится. Итак, ребенок прослушал или прочитал, но у него данное задание вызывает определенные трудности. Мы щелкаем на помогалку, здесь, да, есть дополнительная ему помощь, дополнительное какое-то створение, о чем там говорится и так далее. То есть мы видим, что система помогалок, она, во-первых, она разная, это не всегда вот только какие-то загадки, где-то это вот дополнительный иллюстративный ряд, где-то дополнительные какие-то задания, носящие коррекционно-развивающую направленность и так далее. Ну вот, мы видим, да, прежде чем ребенка на календаре учить ребенка, мы учим вообще на матрице с различными изображениями находить нужные фигуры и так далее. Ну и в целом мы видим, что контент образовательный, он включает в себя разные виды деятельности ребенка, он в то же время интерактивен, но он не излишне геймифицирован, с чем мы тоже сталкивались, да, мы с вами знаем о том, что многие образовательные платформы, по сути, настолько в игровое поле переходят, что заменяют, собственно говоря, образовательный процесс исключительно какими-то игровыми приложениями, сборником игровых приложений. Ну, на мой взгляд, это, конечно, не совсем верно. Вот, да, мы можем снова перейти в личный кабинет, но, в принципе, и в левом поле тоже у нас основные наши функции есть. Есть система видеоконференции, опять же, где мы с вами можем запланировать какое-то, создать мероприятие, и, естественно, вот, ну, вот эти все вымысленные мои ученики, как вы, я думаю, догадались по их именам, вот, да, то есть вы можете их пригласить на конференцию, запланировать определенное время. Ну, вот, давайте сегодня, допустим, 15 часов. Длительность, мы с вами знаем, что не более 30 минут, но хотя мы можем с небольшим запасом, да, все-таки мы с вами знаем, что дети могут ей подключиться, и мы можем либо добавить всех участников, либо воспользоваться поиском. Ну, вот, я хочу, чтобы, да, приняли участие у нас там, не знаю, Найк Бордов и Артем Юго, замечательно. Создаем конференцию, а, да, забыл дать ей название, да, мы можем дать ей, естественно, название, например, урок русского языка, классный час, урок музыки и так далее. Мы можем начать, и, собственно говоря, здесь мы тоже видим различные функции, которыми мы можем воспользоваться, то есть прикрепить презентацию, поделиться видео из внешних ресурсов и так далее. То есть, на самом деле, надо сказать, что мы можем делать заметки, мы можем рисовать на этом поле что-то и так далее. Ну, и также здесь дополнительные функции, да, статус для детей, там, поднять руку, например, да, если захочется, и так далее. Соответственно, мы потом это все завершаем, мы можем это все записывать и в прошедших, да, вот, посмотреть, собственно говоря, записи. И что тоже позволяет ребенку, который по каким-то, допустим, техническим причинам, семейным причинам не смог присутствовать на вот таком онлайн-уроке непосредственно, он сможет потом посмотреть этот материал в записи. Естественно, одним из важнейших наших функций будет являться матрица назначения заданий. Да, ну вот, допустим, неусловно говоря, давайте снова. Ага, так, в третьем классе у нас все. Азбуково, да, первый класс. Мы встречаем с вами интернет-занятия и видим, что, так, я сейчас, честно говоря, не помню, здесь у меня виртуальный, как вы поняли, все ученики. Я не совсем помню непосредственно. Вот, да, основные и адаптированные программы. Ну вот, допустим, математика. Мы видим, что у нас есть класс, в котором дети также обучаются по разным адаптированным программам. И вот такая тоже есть световая пометка, да, что вот у нас, допустим, вот Чичиков Павел обучается по основной сообразовательной программе, да, вот полиграф «Шарик» для детей с задержкой физического развития, вот «Крепостной Герасим» там с тяжелыми нарушениями речи. И вот Лев Мышкин у нас обучается как раз по сегодняшней теме, у него адаптированная программа для детей с умственной отставкой. И мы с вами видим, что есть определенные задания, которые выполняют дети. Это задания либо к занятию, либо это ответ на ключевой вопрос интернет-урока. И мы можем с определенного ребенка, допустим, снять задание, зная, что он либо точно с ним не справится, либо он уже с этим заданием справлялся. Мы можем осменить какие-то задания, для каких-то детей мы можем отменить или назначить как домашнее задание. То есть часть детей будет выполнять их во время интернет-урока, часть детей будет выполнять задания в качестве домашних заданий. То есть действительно мы с вами можем этот вопрос контролировать. У нас галочка отмечена, соответственно, там, где ребенку дано это задание. И плюсиком будет отмечено, когда ребенок выполнил это задание. И перейдя на эту вкладку, мы с вами сможем непосредственно посмотреть, что же там ребенок выполнил. Более того, мы сможем также и найти какие-то изменения, поставить отметку сразу, найти свои комментарии, либо посоветовать ему доработать и так далее. Ну и, соответственно, мы можем также установить и сроки выполнения заданий. Электронный журнал. Опять же, да, мы с вами видим, что... Вот у нас наши с вами ученики, обучающиеся во втором классе. Здесь мы видим прогресс, то есть сколько они выполнили заданий и сколько всего заданий. Отметка текущая, которую мы можем поставить, отметка за аттестацию и итоговая отметка, которая автоматически выставляется. И, помимо этого, естественно, мы можем перейти в систему личных коммуникаций. То есть мы видим, что, допустим, вот у ребенка с интеллектуальными нарушениями у нас какие-то проблемы у него при выполнении заданий возникают. И для него мы можем сформулировать или альтернативное задание, или, ну, допустим, да, вот математика. И сдаем вот этот диалог с ним, и где мы можем либо написать какое-то ему задание, к нему обращение персональное. Также мы можем прикрепить файл с презентационными материалами, с текстовым материалом и так далее. Ну, и ребенок может ответить нам, опять же, исходя из своих психофизических возможностей. Да, он может и напечатать, он может записать аудио, он может выполнить, например, задания, там, прописи, условно говоря, и после этого или отсканировать, или сфотографировать и прислать. или вообще воспользоваться графическим редактором, и нарисовать там, и на компьютере. Вот. Ну, и органайзер также позволяет добавлять определенные события. То есть, даже когда мы создаем какие-то интернет-уроки, например, вот конференция, она сразу же у нас добавляется как событие в органайзер, что тоже позволяет нам структурировать образовательный процесс и работу педагога и работу детей в том числе. Да, ну и мы видим, что мы можем сами создать любое событие на в любую дату урок номер 12. Абсолютно все, что угодно. Вот даже в субботу у нас, вот видите, вот классный час добровольной вакцинации за или против. Итак, мы видим, да, действительно, что у нас в единомой платформе помимо адаптированного образовательного контента есть также и действительно ресурсы, позволяющие персонализировать образовательные процессы и система мессенджер в том числе, да, с помощью быстрых сообщений, позволяющих доносить какую-то информацию до обучающихся. Сейчас закрою трансляцию рабочего саланта. Так, и посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Мел включает введение электронного журнала. Ага, ну, смотрите, да, у нас есть электронный журнал, в ряде регионов системы могут быть интегрированы, то есть, на самом деле, здесь уже нужно будет исходить из ваших реалий, то есть, с электронным журналом, на котором вы до этого работаете, да, если вдруг вы включаетесь в системе, возможно ли будут вот эти вот технические вопросы, то есть, но надо сказать, что действительно интеграция электронных журналов в некоторых регионах есть, что, конечно же, позволяет учителю экономить времени много. То есть, именно для коррекционной школы это вопрос, ну, если речь идет о, я изменяюсь, просто я не видел, да, в какой момент вы написали вопрос, если речь идет о непосредственно адаптированном контенте, то да, есть отдельные контенты для детей с тяжелыми нарушениями речи, для задержки психического развития, для детей с интеллектуальными нарушениями, но, в принципе, даже третьи классы выше, где пока что адаптированных программ опубликованных по русскому языку есть для детей с интеллектуальными нарушениями, там контент достаточно избыточен и, в принципе, он позволяет использовать детям с нарушениями в развитии, в частности, у нас достаточно много школ, у нас работает в некоторых регионах и 30 школ, коррекционных с интеллектуальными нарушениями и выше, которые позволяют реализовывать адаптированные основные общеобразовательные программы. МЭО платформа бесплатная, нет, МЭО платформа платная, собственно говоря, вот эта информация детализовала, есть моя почта и есть сайт мобильного электронного образования. Как простраивать работу для детей дошкольного возраста? Ну, а с детьми дошкольного возраста мы, конечно же, в условиях, когда работаем на десанте, как это было весной, например, во многом приходилось работать и с помощью родителей, поскольку действительно дети дошкольного возраста не всегда могут пользоваться самостоятельно компьютерными технологиями, но контент мобильного образования позволяет не сидеть ребенку постоянно перед компьютером все 30 минут проведения вот этого онлайн-занятия. Действительно педагоги могут давать задания, назначать и соответственно дети могут выполнять на распечатанном листе или еще что-то. Так, по презентации у нас и был вопрос, я сейчас открыл, в правом верхнем поле в ресурсах она должна быть доступна для скачивания. Вот в моем браузере я могу зелененький стрелку скачать, я щелкаю и действительно у меня получается скачать. Поэтому Надеюсь, что вы нашли. Ну, если что, у меня есть ваша почта я вам тогда скину персонально. Вот. Что касается стоимости сертификата выше, коллега высылала контакты до почты, на которые можно запросить по сертификатам информацию. Так, ну, вопросов, судя по всему, больше нет. Я благодарен вам за участие в сегодняшнем мероприятии. Буду надеяться, что данная информация была для вас полезной и надеюсь на новые встречи с вами. Спасибо большое. До свидания. .